уважаемые коллеги здравствуйте тема моего доклада трансивер цифровой фазированной антенной решетки с многолучевой диаграммой направленности докладчик Лу Гу Мин актуальности темы исследования в последние годы увеличивается интерес к цифровому формированию диаграммы направленности для пятого и будущих поколений системы содовой связи а цифровое формирование лучей в системах с разнесенным приемом и передачей позволяет увеличить зону покрытия и емкости сети в системах содовой связи 5G по сравнению с пассивной многолучевой антенной решеткой активная система формирования лучей обеспечивает более высокую энергетическую эффективность и гибкое формирование лучей в моем системах связи при использовании предварительного котирования осуществляется формирование нескольких лучей передающих потоки данных в однопользовательском и многопользовательском режимах мемо системе с формированием лучей имеют повышенную устойчивость к помехам с направлении не соответствующих сформированным лучам в диапазоне миллиметровых и микроволновых вон в 5G системах связи на рисунке 1 показана модель системы мемо 4x4 в режиме передачи и приема уравнениях функции системы мемо 4x4 параметр SI это передача данных от одного оппонента параметр HIG обозначает канал от I антенны передачи до G антенны приема в системе а параметр YG обозначает канал от G антенны приема а N0 обозначает шумы системы мемо 4x4 О увеличении энергетической эффективности емкости сети и скорости передачи в системе беспроводной связи с многолочевой диаграммой описано в литературах методы формирования многолочевой диаграммы направленности фазированной антенной решетки по формам реализации делятся на аналоговое формирование цифровое формирование и комбинированные аналогово-цифровые методы в аналоговых методах используются фильтры соединители фазовращатели технология в аналоговых методах вагноводов в подложке микроуоновые монолитные интегральные схемы микроэлектромеханические системы в цифровых методах используются цифровые методы в аналоговых методах используются цифроаналоговые пулиобразователи приемник и передачник технология в цифровых методах также волноводов в подложке микроуоновые монолитные интегральные схемы микроэлектромеханические системы и комплементарный металлоксид полупроводник на рисунке 2 показан пример схемы формирования лучей в режиме приема АЦП-ЦАП устанавливается на суммарный канал приема-передач каждый прием передачник представляет один канал программируемая логическая интегральная схема выполняет обработку сигналов цифрового формирования лучей на рисунке 2 показана схема в режиме приема а режим передач выполняет обратный процесс на рисунке 3 показана блок схемы разработанного приема-передаточника разработанный приема-передаточник состоит из двух частей приемник и передаточник передаточник выполняет функции перевода сигнала из цифровой в аналоговую форму и формирование сигналов для фар приемник выполняет обратное преобразование основные компоненты приема-передаточника микросхема ЦАП-ЦАП усилители низкой частоты фильтры низких частот квадратурный модулятор и Т-модулятор фильтры высоких частот усилители радиочастоты элементы питания режим работы приема-передаточника дуплекс с временным разделением для управления приема-передаточником используется последовательный периферийный интерфейс приема-передаточника выполнен на едино-печатной плате Схема формирования сигналов для фар обработанный цифровой сигнал в близ платы COS с учетом диаграмма образования поступает на вход приема-передаточника 12-битные выпарки сигнала поступают на ЦАП ЦАП с частотой дискретизации 125 МГц это обеспечивает ширину полосы 80 МГц на радиочастоте после ЦАП сигналы проходят фильтры защиты от наложения спектров модулирующие сигналы на два интенсивных операционных усилителя после ОУ-сигналы проходят фильтры нижних частот далее смесители осуществляют перенос сигналов в рабочий диапазон частот фар 7073 ГГц в приемнике осуществляется обратное выполнение в передаточке на рисунке 4 показана проверка диапазона рабочих частот приема передаточка эксперт экспериментальные измерения проведены в комплекте EVM с Тайонет клиентом разработаны приемы передаточек плата ПЛИС анализаторы спектра ФСВР 40 результаты экспериментальных измерений показали что рабочий диапазон частот приема передаточка от 2 до 8 5 ГГц выходная мощности плюс 20 ТВН на рисунке 5 показана диаграмма направленности цифровой фазированной антенной решетки излучающей три луча в горизонтальной плоскости из рисунка 5 видно что цифровая фазированная антенная решетка излучает три луча в дальней зоне пространства ФР описан в первом докладе на этом слайде показана литература в докладе и спасибо за внимание и и и и и